Итак, почему сюжет в программу Автостоп? Вы на меня посмотрите, вы на меня посмотрите, сколько я слил. Я слил за год, грубо говоря, 23 килограмма. Почему я себе слил этот вес? Потому что я занимаюсь тем, что нужно для города Магнитогорска. А для города Магнитогорска лучший вариант, самый лучший вариант, это велосипеды. От севера до юга это всего лишь 14 километров. Вы даже не торопясь на любом велосипеде проедете это дело, ну, максимум за 45 минут. Я могу проехать за 35, я на спортивном велосипеде катаюсь. Зачем нужны маршруты, зачем трамваи, зачем все, что нужно? Лето, естественно, я начал, я начал в этом году велосипедную карьеру с 10 апреля. Даже чуть-чуть раньше, даже с 5 апреля я начал велосипедную карьеру. За прошлый год я сэкономил, просто, просто, реально сэкономил 70 тысяч рублей, потому что я ездил на велосипеде, это было красиво и ровно. И мы сюда зашли, в магазин удачный, на улице Комсомольская, 38, для какой причины? Потому что вам сейчас необходимы, просто очень необходимые велосипеды, они здесь продаются. Кроме всего прочего, здесь есть много тех вещей, которые не только для программы «Автостоп». Чем мне Магнитогорск нравится? Тем, что это мой родной город. Я здесь родился и с 1978 года я здесь живу. Чем он мне еще больше нравится, так это тем, что моими ключами от квартиры я открывал 4 в моем подъезде. Чем он мне еще и больше нравится, так тем, что, по сути, это был закрытый город, и 50-летние пенсионеры, отработавшие свои года на комбинате, жарились в домино. Это был идеал. То есть город был, есть и будет. Некислым по бабкам однозначно. А где бабки, так там и те, кто за бабками охотится. Ну и я, как любитель города, не сильно привык, чтобы отработанное горожанами бабло утекало. Не хочу и все, но утекает в сетевиках, в ломбардах, на рынках. Я противник этого. И в большей степени мне нравятся те, кто ломает эту процедуру. В данном случае это магазин «Удачный» на Комсомольской, 38. Удачный он тем, что здесь есть то, что нужно тем, кто понимает жизнь и делает лучших магнитогорцев, то есть детей. Дети красивые дарят нам качество. Мы можем их настроить и понять, что радость велосипедов для них есть. И главное, не ушибать бюджет семьи. Сумма, то есть на качественный и отремонтированный велосипед есть всегда. При этом до этого места добраться легко, пробок нет. А ценники не просто радуют, а радуют красиво. То есть вы должны понимать, да сколько здесь велосипедов. Я честно скажу, что количество здесь велосипедов явно не меньше, чем в тех торговых центрах, где все это дело продается. Просто зайдите, посмотрите. Реально зайдите, посмотрите. Сейчас объясню ситуацию. Молодой человек рождается, я любитель, я просто балдею от детей моих, естественно. Он также должен работать на велосипеде. Мой молодой человек сел на велосипед, еще говорил, что я ничего не смогу сделать, но я не научился ездить. Но в отличие от других товарищей, я как бы не сильно сторонник продавать. У меня такой гзик есть, знаете, такой я шмотник. Мне говорят, что шмотник, ну, наверное, да, наверное, да. То есть я их пока оставляю. Но ваш ребенок, то есть откатавшись на велосипеде, вы задаете вопрос, а давай возьмем себе что-то поинтереснее и поновее. Но вопрос возникает. Давайте все-таки определимся, что ребенок растет. Если ребенок рос выше вашего возраста, ему тоже все это дело, ну, он не может ездить бесконечно долго, допустим, на маленьком велосипеде, который чуть выше этого. Он также его просто приходит сюда на Комсомольскую 38 и задает. Зачем вам платить деньги? Вы свой велосипед маленький отдали, доплатили 2-3 тысячи рублей, купили себе новый. И никуда прыгать-то и не надо. Сумма 2-3 тысячи рублей, я все прекрасно понимаю, что как бы он не идеал, естественно, но это сумма, которая в пределах ваших достоявшихся каждый божий день расходов есть в наличии. Спокойненько взяли свой, отдали, новый купили. Чуть-чуть дальше, то есть есть колеса больше, можно побольше взять. То же самое привели старенький, сдали. Как можно сказать старенький, не старенький? Что такое велосипед? Давайте все-таки определимся. Вы купили свой велосипед, ну и вдруг внезапно, ниоткуда не возьмите, велосипед покатился вниз. То есть бывает такое. Вы что, думаете, не падали, что ли? Ну здравствуйте, знаете, сколько там все-то было? О-о-о, по самые крылья и помидоры. То есть ваш велосипед сразу же перестал становиться новым. Вы его купили за 12 тысяч рублей, ну или за 25, а есть такие дивные велосипеды стоимостью по 375. Это еще маленькие, есть такие по 400 тысяч рублей. Нормальный велосипед, да? Ударили, и он уже стал бушным, и ценники в разы вниз упали. Вы не понимаете, зачем это нужно, когда просто спокойненько взяли, здесь все посмотрят, сделают, красиво заведут. Мау, вы отсюда же покатили. Вот это тема. К слову о том, программа же автостоп, то есть я вам еще раз говорю, что это программа для автомобилистов. Давайте все-таки определим вопросы, где можно деньги взять. Бывает, и бывает эта ситуация. Вы сюда приходите с ПТС-кой по своим транспортным средствам и получаете займы. Господа мои, это приятно, понимаете, когда вы можете думать о том, что вам займы даются, а по сути событий займы никто не выдает. То есть это только проезд по ушам. Ну, не в вашем, естественно, зачем в вашем уши? То есть я один человек, и все говорят, ой, мы даем, 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 даем. Попробуйте взять. Если не получится, тогда другой вопрос. Пройдите спокойненько через ПТС-ку, получите здесь ваши необходимые денежные средства. Это также сделается здесь, на Комсомольской 38. Довольно часто случается, да, детё же у вас есть? Да. Детё, да? Вот, велосипед, да? Да, выросло, 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 маленький. Велосипед куда вы решили отдать и где приобрести новый? Вот, в этом заведении. То есть можно спокойненько не внедряться никуда, да? Да. С нормальной оценкой, во-первых, продать свой, взять деньги сразу и доплатить 2-3 тысячи, и купить новый? Да, вроде того. То есть никаких проблем не возникает? Вообще нет. Это в первый раз в жизни, да? Что я сейчас вкушаю? Я вкушаю корм для кошек. Вы думаете, что вы не сможете вкушать? Это корм. Вот, собака. То есть давайте определимся, что корма для кошек, для собак и для человека, они все абсолютно одинаковые. Единственное, что в этих кормах нету красителей и вкусовых добавок. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть то же самое и для вас есть также здесь, на Комсомольской 38. Потому что коты, как и собаки, это одна из наших лучших составляющих жизни. У меня есть коты, естественно. То есть даже зайдя сюда, не беря то, что вам необходимо, как-то велосипеды, как-то денежные средства, как-то отдельные штуки, которые вы, в принципе, можете здесь дать. Вы всегда будете понимать о том, что здесь также работают и для ваших питомцев. А это, кстати, очень интересно. Потому что даже невзирая на количество финансов, у меня есть такой кот, который другого ничего кушать-то и не может, он ест замечательные корма и очень недешевые. То есть, по сути событий, мои корма кушают два раза, а может быть, три раза более интересную пищу, чем кушаю я. Ну, такая моя судьба. И в следующий раз я думаю о том, чтобы прийти сюда, заказать то, что мне необходимо. К слову, комиссионка, я к ней отношусь правильно. Потому что сетевики вам выдают бред, как типа и новые машины. Бред это то, что максимально быстро выходит из строя. Лучшие вещи есть, но грамотнее купить не новое, а в лучшем состоянии БУ. И это относится как к велосипедам, так и к другой технике. Потому что здесь берется качество, а не то, что ломается после покупки, а может и в окончании гарантии. вы думаете это не проходил я это проходил да 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 но в отличие от людей которые недопонимают я допонимал то бишь зачем мне нужно было покупать все это дело зачем мне нужно было покупать все это дело в других местах я не понимаю зачем потому что как бы сказать вот ваш ребеночек Ваш ребеночек в детской коляске сколько он проживет? Ну, будем надеяться, что это хороший, грамотный, молодой специалист, ну, мальчик или девочка, без разницы, проживет он в этой коляске, ну, максимум год. Потом он уже пересядет на другую коляску. Вопрос, может быть, у вас, хотя с другой стороны, ну, есть такие товарищи, которые хотят новую покупать, а зачем покупать новую? Вы пришли сюда, на Комсомольскую 38. На Комсомольской 38 вы себе покупаете нормальную коляску, бэушную. Вам всего ее надо на год, а потом сюда ее сдали. Ну, я-то купил эту коляску и просто потом подарил. Ну, бывают и у меня проблемы, серьезные проблемы у папы в голове вырастают. Да-да-да-да-да-да, надо было сюда отдать. Сюда спокойненько, я бы еще деньги забрал бы, потому что вы здесь берете бэушную коляску, откатав полгода-год, вы ее сюда придаете, и, в принципе, вы практически ничего не теряете. Хорошая тема. Очень умная тема, я бы так сказал. Тема-то другая. Зачем рекламировать кредиты коих нет? Я не противник комбината, но он единственный миллиардер с сокращающимся персоналом. Это жизнь. В современном предприятии требуется меньше сотрудников. Но остальные хотят получить, но отсутствие типа заработной платы, а присутствие не меньшей, не позволяет получить дополнительные средства. Хоть они и не дешевые. Хотя есть другие варианты, где товары вам предоставляют продавцы. К слову о том, что товары в кредит, и это не под бешеные проценты. Вы въезжаете или нет? Вы получили кредит. А товар за меньшую цену оставили здесь. И всем хорошо, и вам в том числе. Ну и в итоге. Давайте все-таки определимся, что мне больше всего нужны именно магнитогорцы, как сладость моего бытия. Потому что магнитогорцы работают только для вас, только для города магнитогорска. И магнитогорцы это не сетевики, и не те товарищи, а их очень много, которые сливают свои деньги за бугор. Не в Москву, а куда-то здесь поближе. Вместо того, чтобы из-за бугра тащить сюда то, что нужно, и дешевле, они здесь берут и на этом деле зарабатывают деньги. Мне это не всегда нравится. Мне это вообще не всегда сильно нравится, по сути событий. Что касаемо моих личных телодвижений. Я прекрасно знаю, что есть очень хороший инструмент, бэушные. У меня есть бэушная техника. Я не покупал ее дорогую, потому что взять болгарку стоимостью Космос, блин, немножко сложновато для того человека, у которого нет таких денежных средств, как это было в 2008 году. Ну, нет, к сожалению. Но тем не менее, мне много там-то и не надо. Чуть-чуть подрезать, чуть-чуть приварить. Для чего мне нужны новые аппараты? Нет, не обязательно. Можно и бэушные взять, но в хорошем качестве. Но бэушные аппараты и в хорошем качестве вы можете взять здесь же. Мало-то здесь посмотрят, сделают красиво, идут до ума. И все. Но есть другой вариант. То есть вы все-таки хотите взять денежные средства. Иногда такие вещи случаются. Просто пошли в магазин, взяли себе кредит. Новая, ну, абсолютно новая. Хейр. Хейр такая неплохая, да? Китайская штука под названием «Работа для вашего ума, здоровья и всего остального». Это стандартная новая, абсолютно новая. Человек взял ее спокойненько, принес сюда, получил денежные средства. Но там есть маленький нюанс. Маленький нюанс, когда вы покупаете товар там, а сдаете здесь. То есть цена на кредит тамошняя, она не такая, как вы бы пошли просто купили деньги, взяв деньги в кредит. Такого не получается. Сейчас расскажу, что вот эти сказки про минимальные проценты только проезд по вашим ушам, потому что там еще включена страховка и все остальное. Вы влетаете на такую интересную, весьма недешевую сумму и попали. Здесь же нет. Спокойненько взяли. Ну, ценник, естественно, опустили для того, чтобы вы нормальные люди прилили сюда, купили. Вы получили свои денежки. И вот вам те самые средства, которые вам необходимы. То есть очень интересная тема, когда вы грамотно работаете с комиссионным магазином. Я не буду говорить про комиссионные, они очень хороши. Но, к сожалению, настоящих комиссионных магазинов, сделанных в Магнитогорске, не так уж и много. А вот этот магазин, удачный, на Комсомольской 38, как раз для вас. Или вы думаете, что через ломбард я не проходил? Я слил много денег в одной лучшей в городе фирме. Но ломбарды не хотят и не будут вливаться в рекламу. Сама суть событий по-другому у них состоит. Коммунизм реально был далеко не плох. Мы знали, что наше лучшее будущее состоит из экономии. Жизнь – это текучка событий, хороших и нет. Ваше право выбирать лучшее, слушать и принимать решения. И поэтому я вас люблю. Идеальный вариант – это помощь, основываясь на своих ошибках. Или вы думаете, что я круче всех? Да успокойтесь. Нет, такой же, как и вы. Да, были новые машины. Но понимая, что новые далеко не идеал, я честно перешел на качественное и БУ. Конечно, не строительство. Но зачем брать новую развалюху, пропиаренную, когда идеальный вариант БУ прослужит в разы дольше, а? Ну и ценник у него, естественно, в разы меньше, а? Конечно, нужно умение. Без этого никак. Конечно, надо понимать, что учения – свет, а не иначе. И по сути, лучше верить тому, кто обломался на практике и советует, как это сделать, чем пропиаренному банками лилейному перцу. Вы понимаете, о чем я вам говорю? Итак, где мы? Комсомольская, 38. Рядышком МФЦ. Да куда? Да легко. То есть этот город, чем наш город красив, он с севера на юг и по ширине всего ничего. Это, грубо говоря, ну, если честно, то 2-2,5, ну, 3 километра по ширине. Это и прямышка, рядышком с, кажется, Карломарксом. То есть тут доехать никаких проблем нет. Вот куда необходимо приходить за то, что вы можете купить. А вы можете купить для себя и для своего ребенка максимальное удовольствие, потому что велосипед – это тоже грамотная часть нашего отношения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...